Итак, первый вопрос, который здесь в принципе, да, возникает – это когда же уместна обратная связь? Сегодня я начала нашу с вами беседу со следующих слов. То, что когда уже дается оценка, что такое хорошо, что такое плохо, поздно давать обратную связь. Обратная связь – это мощный инструмент как для руководителей, так и для HR-департмента понимать первое, да, настроение коллектива, слышать, что у них на душе, как они понимают задачи, цели, ценности компании, куда они собираются двигаться дальше. Второе – это важный инструмент исправить или подправить ту или иную деятельность человека в нужный момент, пока он еще только на пути реализации, анализа, ресерча, да, какой-то задачи либо проблемы. Не дотягивайте до того момента, когда он уже ее завалит. Если вы видите, что как-то сотрудник двигается не так, опять-таки у вас есть возможность не кричать благим русским, да, что ты все делаешь не так, я ожидал, ты сделаешь лучше сам и так далее и тому подобное. Встретитесь с человеком, спросите, почему он выбрал именно вот такой путь решения задачи. Послушайте аргументацию, попытайтесь задать наводящие вопросы и дайте какую-то обратную связь, как бы вы сделали, либо как раньше поступали, спросите, что думает об этом сотрудник. Попытайтесь его самого подтолкнуть к тому, что он примет правильное решение. Потому что, если вы, грубо говоря, затянете и дадите обратную связь, когда уже все пропало, да, и тушите свет, то, скорее всего, это будет уже крайняя мера, да. Мы всем понимаем, что для обратной связи есть разные уровни. Простой уровень – это словесный «ты молодец», «ты не молодец», «все хорошо», «все плохо» в каком-то конструктивном, естественно, ключе. Есть письменный, да, это уже когда-то что-то приобретает более серьезный оттенок и должно быть зафиксировано, задокументировано. И, безусловно, самый верхний уровень – это когда уже есть потери финансовые, эмоциональные, когда выговор происходит при всем коллективе. Моя рекомендация к вам, естественно, делать все, чтобы вы не доходили до третьего уровня, очень важно оставаться максимально возможным способом на первом уровне, когда в личной беседе тет-а-тет, один на один, в комфортной обстановке вы можете донести сотруднику свое мнение о каких-то его реальных действиях.